МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О самых заметных событиях понедельника в материалах корреспондентов программы «Время». 36 регионов, 60 миллионов человек. Сегодня больше трети населения России переходят на цифровое вещание. Эстафета началась с Дальнего Востока. Атака на бюст маршала Жукова в Харькове. Националистов пыталась остановить полиция, но безуспешно. Среди них есть пострадавшие. Держинск приходит в себя после субботних взрывов. Сегодня первые выплаты пострадавшим. Следователи выясняют причины ЧП. Самый массовый экзамен. Более полумиллиона выпускников сегодня пишут ЕГЭ по-русскому. Сколько баллов нужно на аттестат, а сколько для поступления? Такой разный июнь. Жители Иркутска отмечают приход лета игрой в снежки. Москвичи готовятся к 30-градусной жаре. Сегодня в России стартовал третий самый массовый этап перехода на цифровое вещание. Аналоговый сигнал включают еще в 36 регионах, где проживает в общей сложности более 60 миллионов человек. Рано утром со старыми передатчиками уже прощались на Дальнем Востоке. И сейчас зрители на Камчатке, Чукотке, в Приморье, Якутии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области смотрят в том числе и первый канал уже в новом цифровом качестве. Репортаж Геннадия Картелева. Просьба перейти на цифровое вещание. Такие ролики появились на экранах приморских зрителей, но не у всех. На телевизорах современной модели подключение к цифре произошло незаметно, автоматически. У Николая Чернова старенький телеприемник. Чтобы он мог дальше смотреть любимые телепередачи, ему установили специальную приставку. Пенсионеру нравится футбол, но из-за плохой картинки почувствовать атмосферу матчей не всегда получалось. Теперь с переходом на цифру пропали рябь и шипение. Вместо двух каналов появилось 20. Лучше стало? Конечно, лучше. Резкость настала. У Анны Кирилловой было кабельное ТВ. В таком случае переключение на цифровой сигнал не обязательно. Телевидение и так показывает через спутник. Но пенсионерка платила оператору по 200 рублей в месяц и была недовольна. Сигнал шел с перебоями. Так рябило, так портилось, то вообще пустует, вот что-то мелькает, то не показывает ничего. Эту партию цифровых приставок должны отправить в отдаленные села Приморского края, где нет магазинов электронной техники. Там люди смогут приобрести их в почтовых отделениях, но кому-то они достанутся бесплатно. Для многодетных семей, пенсионеров и других льготников предусмотрены меры поддержки. В каждом регионе свои. Где-то органы соцзащиты раздают приставки сами, а где-то возвращают деньги за их покупку. Пол дело приобрести. Нужно еще разобраться, куда и какие подсоединять провода. Тут все просто. Желтый в желтый, белый в белый, красный в красный. Десятилетние Лиза и Вика в немудренной технике разобрались быстро. Двою родные сестры хотели помочь прабабушке. Она большинство времени проводит дома и любит смотреть телевизор. Это очень легко, это не сложнее, чем пользоваться мобильным телефоном. Тем более мы видели, как подключали наши папы дома. Тем, у кого возникают трудности с переходом на цифру, помогают добровольцы. По всей стране их почти 20 тысяч в регионах. Проходят курсы по обучению цифровых волонтеров. В их числе немало и людей старшего поколения. Все, аналоговая третьего заканчивается, у меня телевизор не работает. Значит, нужна приставка, а я понятия не имею, какая она, чего. Вот и пришла поучиться и узнать. Соседке подскажу, она такая, что не любит ходить, вот это вот узнавать и учиться. Да, помогу ей, хоть она моложе меня. И взрослых, и детей цифровая лихорадка охватывает все больше россиян. Новая эра телевидения уже наступила в 28 регионах. Сегодня третья волна отключения аналогового сигнала. И самая масштабная – Дальний Восток, Сибирь, Урал и Европейская часть. 36 регионов переходят на цифру. На создание крупнейшей в мире сети ушло почти 10 лет. Было построено более 5000 современных ретрансляторов. Сеть вещания цифрового телевидения в Российской Федерации – это, наверное, самый масштабный проект, который был в принципе в мире. Сейчас принимать цифру люди получили возможность даже там, где до этого они об этом и мечтать не могли. Это такие острова за полярным кругом, как Новая Земля. Это поселки Диксон, это поселки Чукотки. Опять же, южные рубежи нашей родины, это поселок Куруш в Дагестане. Как ожидается, переход на цифровое вещание будет завершен осенью этого года в четвертую волну, чтобы он прошел плавно и ни у кого не возникло проблем. Помочь разобраться в технических нюансах обещают каждому. Геннадий Костелев, Янцевицкий, Юлия Ходорова, Наталья Гулуп, Александр Муравьев и Александр Черкашин. Первый канал. Дальневосточное бюро. В Приморье к длительным срокам заключения суд приговорил мошенников, которые шантажом и угрозами заставляли собственников продавать им доли в квартирах. Как установило следствие, фигуранты специально выбирали так называемое проблемное жилье, где есть несколько совладельцев. Покупали долю у одного, а остальных затем фактически выживали, создавая невыносимые условия и вынуждая людей продавать свою часть собственности по дешевке. Суд назначил участникам преступной группы разные сроки лишения свободы от 4 до 23 лет. Двое из семерых осужденных отправятся в колонии строгого режима. На Украине в Харькове завели два уголовных дела после того, как националисты самовольно снесли памятник маршалу Жукову. Радикалы накинули на бюст веревку, стащили скульптуру с постамента и принялись разрушать молотками. Полиция попыталась остановить толпу, но быстро ретировалась после того, как троим правоохранителям распылили в лицо слезоточивый газ из баллончика, пострадавшие в больнице. В российском МИДе назвали разрушение памятника серьезным вызовом для новой власти Украины. А началось все со съезда партии «Доверяй делам» с участием мэра города Геннадия Кернеса. Украинские СМИ пишут, что эта политическая сила может составить серьезную конкуренцию партии Порошенко на выборах в Верховную Раду. Изначально радикалы собирались на пикет именно против этой партии и самого Кернеса, но потом почему-то переключились на маршала Жукова. Мэр, кстати, обещал монумент восстановить. Новые данные о пострадавших в Держинске. Это в Нижегородской области, где в субботу произошла серия мощных взрывов на оборонном заводе. МЧС сообщает, за медпомощью обратились 116 человек. Сегодня более 2000 человек вышли на уборку города. Повреждены около 600 зданий. Из многих уже вывезли мусор, кое-где вставили новые стекла. Сегодня же начнутся первые выплаты пострадавшим. Любовь Филипова о ликвидации последствий. Мне позвонил ребенок. В это время дома было. Сидел на кухне около окна. Раздался страшный грохот. Сразу заработали сигналки. И тут же ее от окна откинуло. Открывай дверь. Окна, окна. Оправиться от субботнего происшествия жителям Держинска пока сложно. Слишком близко была опасность. Квартиры, детские сады и школы, магазины в шести сотнях зданий взрывной волной вынесло окна. Где-то пострадало только остекление, а где-то потребуется замена рам. Два взрыва произошли на складе готовой продукции НИИ «Кристалл». Пожар, начавшийся после обрушения одного из цехов, выехали тушить все пожарные службы города. В Держинской больнице скорой медицинской помощи на данный момент остается 16 человек. К общению с журналистами они пока не готовы. Врачи уточняют состояние одного тяжелой, а у остальных средней тяжести. В основном это ушибы, травмы головы и рваные раны. Мы обязательно окажем материальную помощь и от правительства Нижегородской области. Я знаю, что и от города будут соответствующие выплаты осуществлены. И предприятие, также работодатель, вчера выразил... ...и солдаты воинской части, всего больше двух тысяч человек. От взрывов пострадало полсотни детских садов. И 32 школы, одна из них находится всего в трех километрах от предприятия. Окна актового зала, с обратной стороны здания, зал спортивный, там тоже нет стекол. К счастью, детей в это время в школе не было. Остекление в школах начали устанавливать в тот же день. Уже сегодня у школьников ЕГЭ. А это здание детско-юношеской спортивной школы. Как раз во время взрывов здесь заканчивалась тренировка по баскетболу. Детей спасла сетка, натянутая на окна. Нет, пострадавших вообще не было. Нормально, все отлично. Выбежали, поплакали кто-то. Помощь получат и жителям многоквартирных домов. Их обращений ждут в управляющих компаниях. Работы по замене окон идут с 1 июня. Двое проходили, плотники записывали. Площадь стекла, квартиры переписывали. Предприятию требуется практически полное восстановление. Пострадала большая часть корпусов. Руководство говорит, что все будет восстановлено. Причины взрывов выясняются. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». Напомним, накануне взрыва гендиректор Госнии Кристалл был отстранен от должности за систематические нарушения норм промышленной безопасности. В конце апреля Ростехнадзор проводил на предприятии проверку. Тогда был выявлен ряд нарушений. В их числе отсутствие на складе противопожарного щита и несоблюдение норм транспортировки и хранения жидкого сырья. Любовь Филипп, Роман Сребреников, Первый канал, Нижегородская область. В Подмосковье выясняют обстоятельства драки, в результате которой смертельное ранение получил бывший боец спецназа ГРУ. Как сообщают в СМИ, Никита Белянкин решил заступиться за прохожих, которых избивала толпа неизвестных. Все происходило в ночь на воскресенье, далеко от дома, где он жил. По некоторым данным, Белянкин сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета. В этот момент один из нападавших ударил его ножом в сердце. Молодой человек, ему было 24 года, скончался на месте. Силовики установили личность одного из подозреваемых, предположительно, сотрудника бара, у которого завязалась потасовка. Сейчас злоумышленников ищут. В Минобороны рассказали, что два года назад Белянкин участвовал в операциях в Сирии. Но 10 месяцев назад уволился со службы в связи с окончанием контракта. По всей России выпускники сегодня сдают самый массовый госэкзамен по русскому языку. Работу пишут почти 700 тысяч человек. Как и базовая математика, это обязательное испытание. Его необходимо пройти, чтобы получить аттестат. Набрать надо не менее 24 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку также нужны для поступления в любой ВУЗ. Минимальный проходной порог 36 баллов. На выполнение заданий у школьников 3,5 часа. Заранее узнать задание невозможно. Система контроля самая жесткая. Уже известно, что за нарушение во время первых ЕГЭ был удален 141 участник. Повторно испытать свои силы они смогут лишь в будущем году. Теперь о нацпроекте, который призван кардинально улучшить качество региональных дорог. Он рассчитан на 6 лет. Только из федерального бюджета на него выделят почти полтора триллиона рублей. Олег Шишкин продолжит. Когда в окрестностях деревни Богданина можно было прокатиться с ветерком, не помнят даже местные старожилы. А ведь по региональным меркам дорога это стратегическая. С одной стороны понтонная переправа через Аку. Иначе на другой берег не попасть. С другой федеральная трасса на Тулу и Калугу. А еще крупнейшая в области молочная ферма. Этой зимой водители многотонных молоковозов то и дело вздыхали. Эх, дороги. Подъезжаем к деревне. Вот и все. А здесь уже подъем идет. Но подъем мы выйти не можем. У нас этот трасс выцепляет, а мы едем дальше. Эта дорога не ремонтировалась 20 лет. Вот по этому участку можно судить, какой она была всего лишь несколько месяцев назад. А вот так она выглядит сейчас. И это выравнивающий черновой слой асфальта. Скоро появится еще один финальный. Все работы строителей планируют закончить к 1 августа. В Калужской области это не единственная проблемная дорога. Но здесь ремонт начали в первую очередь. Откликнулись на просьбы местных жителей. Здесь у нас проходит школьный маршрут. Транспорт ездит. Здесь проживает большое количество населения. У них будет очень хорошая доступность до федеральной трассы. Новую дорогу в деревне приложили с опережением графика. Качество покрытия проверяют контролирующие службы. Пробы асфальта исследуют лаборатории. Лазерные датчики покажут на экране компьютера все неровности и выдадут вердикт, соответствует ли дорога стандартам. Пока все на твердую пятерку. Вот записывается видео. Картинаты меняются. В прошлом движении находимся. И вот так же поперечная ровность. Местные автомобилисты даже крюк делают, чтобы проехаться по хорошему асфальту. Тут вообще ездить невозможно было. Непонятно чего. Яма на яме. Сейчас хоть можно нормально ехать. Хоть у людей целые подвески останутся. Раньше была убитая дорога. Щебенка крупная вот насыпана. А сейчас асфальт. Катишься, не чувствуешь. Даже непривычно. Национальный проект по дорожному строительству рассчитан на 6 лет. Из федерального центра регионом будет перечислено почти полтора триллиона рублей. Часть средств поступит из местных бюджетов. Необходимо привести в порядок более 50 тысяч километров региональных дорог. В проекте участвует 104 населенных пункта. Доля хороших дорог не должна составить не менее 85%. Сейчас этот показатель в два раза меньше. Смертность на дорогах планируется снизить в 3,5 раза. Задача на этот год уложить порядка 110 миллионов квадратных метров асфальта. Что такое 110 миллионов квадратных метров? Это 15,6 тысяч футбольных полей. Ну, чтобы стало понятно. Национальный проект реализуется в 83 регионах. Во многих местах уже кипит работа. В Саратовской области используют технологию холодного рейсайклинга. Специальная машина снимает изношенное дорожное покрытие, перемешивает его щебнем и цементом. И на эту основу кладется новый асфальт. Это основание по этой технологии, оно как бы намного лучше и быстрее получается, чем вот капитальные ремонты, где с нуля укладывают песок, щебем и все это дело. Ну, как это уже бетон. Оно прослужит чуть дольше, чем простое основание. Особенность национального проекта – внимание к региональным дорогам между небольшими поселками и райцентрами, и которые для местных жителей подчасть не менее важны, чем широкие скоростные магистрали федерального значения. В Новосибирске, например, приступили к строительству развязки у поселка Верхтула. Это позволит пустить транзитный транспорт в объезд. А в Уфе дорогу до аэропорта ремонтируют по ночам, чтобы не мешать водителям. Ребята молодцы, что в ночь работают, так как не создают проблемы дороги, то есть пробок нет. Дать оценку дорожникам может любой желающий. Уже созданы странички, открыты чаты в популярных соцсетях для жалоб и предложений. Следить за отзывами жителей обещают и на местах, и в московских кабинетах, чтобы потом автомобилистам и в голову не пришлось сказать, но кто так строит. Олег Шишкин, Павел Волконский, Никита Севастьянов, Сергей Пономарев, Екатерина Овсянникова, Первый канал. В Израиле скончался Семен Розенфельд, последний из участников восстания в концлагере Собибор. Ветерану было 96 лет. Осенью 43-го он помогал легендарному Александру Печерскому поднять бунт против эсэсовцев. Большая часть узников смогла вырваться на свободу. Это было единственное успешное восстание в фашистских лагерях, после которого Собибор был закрыт. К тому моменту там были убиты свыше 250 тысяч евреев. Большинство узников погибали в газовой камере через несколько часов после прибытия. В живых оставляли только тех, кто мог работать. Простятся с Семеном Розенфельдом в израильском поселке, где он жил в последнее время. В Венеции огромный круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером и протаранил набережную. В результате травмы получили несколько человек. Обстоятельства и кадры происшествия сняты очевидцами в материале Максима Семина. Канал Джудек. Узкая полоска воды, отделяющая одноименный остров от южной исторической части Венеции. Огромный круизный лайнер с сигналом надвигается на пришвартованный прогулочный катер. Там внизу около 130 человек. Это судно так медленно двигалось, но не могло остановиться. А сирена, я думаю, она должна была предупредить тот речной паром, чтобы он тоже начал движение и освободил бы место. Я слышала этот звук, разрываемый на части металлической обшивки. Ее разрывало так, как будто она была сделана из картона. Очень драматичная сцена. Столкновение произошло в половине девятого утра по местному времени. Круизный лайнер МСС «Опера» маневрировал с тем, чтобы пришвартоваться к берегу. Сообщается, что на судне возникла техническая проблема, отказал двигатель. Капитан немедленно сообщил об этом на берег. Остановить огромный лайнер пытались два буксира, но трос в итоге не выдержал. Травмы получили пять человек. Губернатор области Венето сообщил, что их жизни ничто не угрожает. В нашем консульстве заявляют, что россияне не пострадали. Между тем, мэр Венеции вновь призвал пересмотреть порядок прохода больших круизных лайнеров мимо исторических частей города. Мы еще раз получили подтверждение того, о чем говорили ранее. Большие суда не должны пересекать канал Джудека и не должны проходить мимо площади Святого Марка. Проблема крупных туристических лайнеров, заходящих в Венецию, обсуждалась уже давно. Но до сих пор у местных властей было не так много доводов в пользу запрета. И вот теперь дискуссия обещает возобновиться с новой силой. Максим Семин, Татьяна Ревенкова, Максим Кулифеев, Первый канал. В Иркутскую область в начале лета пришла зима. Сильный снегопад. Жители выкладывают в сеть ролики, на которых все вокруг просто засыпано снегом. Машины на летней резине, понятно, в таких случаях передвигаться по дорогам не могут. И синоптики обещают заморозки. Сегодня в регионе похолодает до минус трех градусов. Снег в это время в Приангарии выпадал и раньше. Явление-то нечастое. Не балует начало лета и жители Чукотки, Камчатки и Магадана. Везде дожди и всю неделю не больше плюс 10 градусов. Не исключены ураганы. А вот в Якутии, наоборот, ясно и как минимум до выходных 25-ти градусная жара. Еще теплее будет в столице. На этой неделе в Москве обещают до 31-го. 8 миллиардов рублей на добрые дела. Экспертный совет фонда президентских грантов рассмотрел более 8 тысяч заявок и выбрал из них свыше 1600 проектов, которые получат финансовую поддержку. Среди победителей очень много тех, кто решает местные проблемы и помогает конкретным людям. Студентам, молодым мамам, талантливым детям, защитникам животных. От тех, кто меняет страну к лучшему, в репортаже Ольги Князевой. У участников конкурса на предоставление президентских грантов совершенно разные социальные проекты. Кто-то помогает семьям с маленькими детьми, кто-то открыл приют для животных. Деньги нужны на то, чтобы проект поскорее начал работать, то есть помогать. Из 8 тысяч проектов выбрали больше полутора тысяч победителей. А значит, где-то появится бесплатная кинологическая площадка или лекторий, или спортзал. Для нас привычно, что нужно помогать инвалидам, малоимущим. А вот в Хабаровске задумались, как сложно приходится родителям первоклассников. Мой ребенок пошел в этом году в первый класс. И для моей семьи это был стресс. Потому что мы привыкли к тому, что ребенок целый день занят в садике. А теперь заканчивают учиться днем. Тут хоть с работы убегай. Елена Кадакина преподает в Тихоокеанском университете. Ее очень выручила вот такая детская комната, открытая на средства президентского гранта прямо при ВУЗе. Сюда дети сотрудников приходят после школы. С ними лепят, рисуют, вышивают. Могут и уроки помочь сделать. Мы еще думаем о том, что это наши будущие студенты. Если они сегодня хотят к нам ходить каждый день, то они останутся учиться в нашем университете. А для нас это очень важно, чтобы Дальний Восток развивался. Чтобы люди не уезжали в центр России. Большим проектам деньги тоже не помешают. Международный инженерный чемпионат несколько раз выигрывал гранд-президента. Студенты собираются в команды и решают так называемые кейсы. Задачи в нефтехимии, горном деле, энергетике. Кира Аленова, как и многие девушки, дружит с бриллиантами. А еще с золотом, серебром, платиной. За ними и в тайгу, и в горы. Потому что Кира геолог. Благодаря чемпионату она устроилась на практику в горнорудную компанию. И отработала свою первую вахту. Вот этот творческий подход. Каждая скважина. А скважины не все одинаковые. Они все разные. Вот это привлекает. В глубине души думаешь, что переносишь склад в экономику нашей страны. А кому-то просто больно видеть бездомных животных. В Перми на президентский грант почти 2 миллиона рублей. Открыли приют для котов. А при приюте скоро появится кафе, где и кофе попить можно, и кота погладить. Мы надеемся, что в коты кафе люди смогут пообщаться с животными, выбрать себе друга. Но, например, если не можете взять животное, то придя в коты кафе, вы поможете животному. Поскольку кафе будет благотворительным, и средства продажи кофе, еды, сувениров пойдут на помощь как раз приютам. Это уже пятый конкурс в рамках работы фонда президентских грантов. Он проводится два раза в год. В 2019-м между победителями будет распределено 8 миллиардов рублей. С точки зрения размеров, ну у нас средний размер гранта президентского, это порядка 2 миллионов рублей. Очень радует, что увеличивается каждый год софинансирование. 71% софинансирования. Это значит, что каждому рублю фонда президентских грантов еще 70 с лишним копеек добавляется из других источников финансирования. Всероссийская акция по уборке мусора с берегов Байкала в этом году также пройдет при поддержке президентского гранта. Маленькие и большие добрые дела, на которых не строят бизнес, от которых не ищут материальной выгоды. Потому что есть люди, которым не все равно, чем живет двор, район, город, страна. Ольга Князева, Дмитрий Киеновский, Екатерина Белова, Юлия Ходорова, Руслан Башко. Первый канал. Крупнейший в России книжный фестиваль «Красная площадь» работает в Москве. Посетителей ждет много интересного. Встреча с известными писателями, презентация новинок, лекции и семинары. Там представлено все самое лучшее и спрос на книги очень большой. Итак, что сейчас читают в России, отвечают посетители фестиваля. Я много кое-чего читаю. Ремарка. Читаю Фиджеральд о русской революции. Компьютерную литературу. Воспоминания об Альмонте и о Брюсове. В основном классику. Купил сейчас два тома Медведева. Очень хороший ученик Бахтина. Книжным полкам не протолкнуться. Каждый ищет что-то по душе. Она же, душа, чаще всего лежит классики. В этом году 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича. Пушкин наше все? Конечно, наше все. Мой старший сын очень любит Пушкина. Учить надо на сказке, как Пушкина. Пока одни резвятся на детской площадке, кто-то не отрывается от очередной книжной новинки. Тайна школы на героев. Ну, это просто захватывает. Эту книгу написал один из самых молодых авторов. Десятилетний Ярослав Портненко. Писал вместе с мамой. Сам на каникулах у бабушки. Книга о супергероях, которые живут среди нас. Реальные истории отважных детей со всей страны, совершивших подвиг. Вот эта девочка Хрисхана. Она живет очень далеко, в республике Коми. Вот она приехала к бабушке на каникулы. А ребятишки пошли на речку, и маленький мальчик начал тонуть. Вот она его спасла. Полтора километра книжных полок, больше ста тысяч книг. Одна из самых многолюдных площадок, посвященная отечественной истории. Издатели фиксируют всплеск к литературе исторической. Я ищу книгу по немецкому лагерю Освенции. Почему это так интересно? Я хочу узнать прошлое, из-за чего люди воевали. Еще одна историческая премьера. Книга Федора Конюхова, написанная вместе с детским писателем Ильей Ильиным. События Крымской войны середины 19 века. Подробности героической обороны Севастополя, детальная работа с архивными документами. Знаменитый путешественник, художник и писатель. Конюхов и сегодня где-то в полете. Книгу представил его соавтор. Мы пишем по отдельности. Он пишет текст как автор, я пишу текст как автор. Затем мы эти два текста соединяем и выбираем то, что наиболее больше нравится нам. И в дальнейшем те места, которые вызывают какие-то споры, мы редактируем вместе. Как всегда много биографических новинок. Удивительные факты из жизни оперной певицы Елены Образцовой, написанной ее близкой подругой. Или вот мир Сергея Эйзенштейна, составленный из фотографий и предметов окружавших мастера. Художник-мультипликатор Юрий Нарштейн тем временем рассказывает, какими должны быть книги. Любая литература, она все-таки должна быть прежде всего доброй. Потом она не должна быть пошлой. В ней должны работать хорошие художники. На ярмарке можно не только встретиться с современными писателями и поэтами, но и совершить своеобразное путешествие во времени. Например, на этой площадке стихи читает Анна Ахматова. Звучат сохранившиеся редкие аудиозаписи Ахматовой, или, как их еще называют, звуковые автографы. Как всегда, немало споров, какие книги читать, электронные или на бумаге? На самом электронные. Надо, конечно же, приучать книгам. Для тех, кто хочет читать электронные, но почувствовать запах страниц, парфюмеры нашли решение. Придумали аромат любимой книги. Создатели передали здесь запах свежей напечатанной книги. Впервые можно услышать запах стихов и произведений. На выбор облако в штанах Маяковского, мороженое из сирени Игоря Северянина, пиковая дама Пушкина. Но все же живого чтения ни одни духи не заменят. Сегодня на нашем канале стартует многосерийная лента с говорящим названием «Свадьбы и разводы». В основу сюжета легли реальные, зачастую комичные истории о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, которые принимают ответственное решение. Создавать ли семью и нужно ли ее сохранять? Как выбрать правильное решение таких вопросов, попыталась понять Мунис Усманова. «Они знакомятся, встречаются, женятся, у них появляются дети, у них все хорошо, их переполняют эндорфины. А потом, через 6 лет, они пытаются выкладывать друг другу глаза в суде. Мне всегда было интересно, в какой момент переключается этот тумблер». Болезненные, сложные, безжалостные разводы – его специализация. Адвокат Марк Соколовский помогает поставить точку тем, чьи пути расходятся навсегда. «Ты что, хочешь начать дело о коррупции за какой-то собаке?» «Если она какая-то, отдай ее». «На, понятно? Кукиш тебе с маслом, все заберу». Женя, наоборот, рядом, когда пара делает первый шаг в семейную жизнь. «Сдержанная». «Интеллигентная». «Ну, скромная». «Вышно, богато, на столах лучшая еда. Все должны запомнить, как гаплет выдает замуж свою единственную дочь». «Она планирует свое счастье с детства самого. И поэтому она решила заняться таким прекрасным делом, как устраивать свадьбы. И она искренне считает, что она делает людей абсолютно счастливыми». А тут вдруг новый сосед по этажу. Ее страшный сон. Специалист по разводам убежденный холостяк. Уже успел спугнуть ее клиентов. «Мне понадобилось меньше 10 минут, чтобы постигнуть их сомнения. А что было бы через год, когда первая страсть пройдет?» «Придет нежность, взаимопонимание, появится общая история». «В общем, их будет только пульт от телевизора». «Она даже думает не про бизнес, а про то, что такие люди, как Марк, существуют, которые просто разрушают семейное счастье». «Он занимается разводами, он сынник, он считает, что дарит людям свободу. Такие люди не просто с таким мировоззрением. У него было тяжелое детство, тяжелая семья, мать бросила отца. Конечно, он не доверяет, он не верит в любовь совершенно. А она романтик». «Как сбежавшие клиенты-то? Не вернулись?» «Нет, это к лучшему. Их время заняла другая пара». «А, идеальный парень. Предоставлю вам скидку». «А я вам свою. Все рано или поздно женятся. Особенно убежденные хвостики». Женя готовит идеальную церемонию для себя и своего принца. Марк меняет принцесс каждую ночь. Но свадьбы и разводы, которыми они занимаются, заставляют соседей по неволе спорить друг с другом и задумываться. Кто же прав? «У меня нет выбора. Я должен быть на стороне своего клиента». «Даже если ты несправедлива?» «Я адвокат, а не супергерой. Справедливость. Это не мое дело». «Не узнаете, пока не попробуете». Но владелец фирмы, папа Марка, и пробовать не даст. Быстро вытравит все личное из бизнеса. «Сейчас я вредная папочка, которая вмешивается в твои дела, заставляет вести себя разумно. Но я ведь уйду. И ты сам для себя должен стать вот таким вредным папочкой». Эта картина, этот сериал, он заставит людей поразмышлять, подумать, сравнить свою жизнь с жизнью этих героев. Взяты две полярности, плюс и минус. Свадьбы и разводы, рождение любви и уход. Сюжеты и персонажи узнаваемы, потому что из жизни дележка собак и сервизов, властные родители и неблагодарные дети, экстренное бракосочетание во время схваток в лимузине и буквально над межнациональными противоречиями в небе на борту самолета. Это все реальные истории. Ведь свадьбы и разводы – это максимальная концентрация нервов и эмоций, которые невозможно распланировать. Ну что ж, прямо сейчас первая и вторая серия фильма «Свадьбы и разводы».